всем привет вы на канале домашнее подворье прибыльное хозяйство этот ролик для любителей вкусного сала существует много рецептов но этот выделяется своим ярким вкусом это особенность этого рецепта продукт порадует в будни и в праздники самостоятельно и в сложных нарезках способ приготовления несложный все компоненты есть на любой кухне кроме пожалуй нитритной соли и и легко купить в интернете если вы знаете интересное сочетание специй для сала напишите их в комментариях рецепт простой специи можно изменять по-своему единственное что требует особой точности это дозировка нитритной соли нам понадобится сало с мясными прослойками меня один килограмм соль нитритная из расчета 1 грамм на 100 грамм сала так как у меня один килограмм сала я взяла 10 грамм нитритной соли соль поваренная 2 грамма на 100 грамм сала я использовала 20 грамм поваренной соли перец черный молотый 1 чайная ложка и чеснок сушеный 1 столовая ложка лавровый лист это мой стандартный базовый набор специй и пробовала в первый раз добавить гвоздику один цветок на кусочек сала вкус мне понравился гвоздика не мешала основному вкусу сала а наоборот дополняла есть несколько важных моментов при работе с салом которых я стараюсь придерживаться первое сырье для сала свежие можно охлажденное но ни в коем случае не мороженое если мясо в таком сале замерзнет то при разморозке стечет много сока также при термической обработке такое сало будет сильнее отбрасывать сок и мясные прослойки будут сухими второе я использую нейтритную соль в этом рецепте она создает неповторимый вкус и аромат покупала ее в интернете по цене доступная расход небольшой у данного продавца в феврале 2020 года цена была меньше доллара за килограмм продавал от килограмма в интернете есть дозировки этой соли она отличается для каждого продукта до работы изучите внимательно рекомендации лавровый лист и гвоздику убираю в сторону соль со специями перемешиваю сало промываю убираю лишнюю влагу и разрезаю на кусочки около 200 грамм с таким размером удобно работать делю соль со специями условно на все кусочки сала и натираю их дальше понадобится пищевая пленка каждый кусочек сала хорошо обматываю пленкой можно использовать рукав для запекания не забываем положить по лавровому листику в каждую упаковочку нужно умотать все так чтобы сок точно не вытекал сало должно томиться в собственном соку дальше все сало отправляем на 12 часов в холодильник по истечению времени готовим посуду для термической обработки сало обрабатывая 60 минут при температуре 75-80 градусов для этого в кастрюлю литров на 10 воды на дно укладываю хлопковое полотенце или металлическую пластину чтобы исключить прямой контакт продукта с дном наливаю холодную воду выкладываю сало в кастрюлю и ставлю ее на огонь делаю умеренный огонь для плавного нагрева как только вода нагреется до 75 градусов включаю таймер на 60 минут и делаю минимальный огонь когда сало готово беру миску с холодной водой и быстро перегружаю кусочки в холодную воду не снимая пленки резко остужая нужно отправить сало на пару часов в холодильник для дозревания сало с мясными прослойками получается сочным вкусным она отлично подходит как на бутерброд так и как самостоятельное блюдо порцию которую я приготовила домашнее дегустировали за неделю можно готовить еще если вам понравился рецепт ставьте лайки следующем видео я покажу потенциал кастрюли скороварки это на самом деле незаменимая кастрюля поэтому если вы впервые на моем канале не забудьте подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео спасибо за внимание до новых встреч